Время новостей Евразии. В студии Богдан Танасов. Здравствуйте. Ответственное поведение, безопасная дистанция, маски и перчатки в общественных местах. Так еще какое-то время будут жить страны Евразии. О произошедшем на самом большом материке за последнюю неделю расскажем в программе «Континент» в этом выпуске. Резиденты Брестского технопарка разработали бесплатную систему помощи медикам в сегодняшних условиях. Армянские ученые активизировали все усилия на том, чтобы начать собственное производство тестов на коронавирус. Казахстанцы осваивают новые профессии из-за пандемии. Государство запустило разные программы трудоустройства и повышения квалификации. Турфирмы Кыргызстана переориентировались на внутренний туризм и выжили. Оздоровительные комплексы России открыли первую смену для детей, а в Молдове появились виртуальные летние площадки. Резиденты Брестского технопарка разработали бесплатную систему помощи медикам. Электронный помощник врача распознает голосовой набор, сам заполняет электронную медкарту, а еще напоминает медсестрам о назначениях для каждого пациента. Все, что нужно для этого – планшет. Астоматизация связи между отделением грязной зоны и чистой зоной лаборатории. Когда врач назначает какое-то исследование, сдачу анализов, будь то анализ на ковид-исследование, будь то анализ просто крови, биохимический, общий анализ крови, он должен, как обычно в случае, печататься бумажкой, и бумажка уходит в лабораторию. Мы, чтобы этот процесс избегать, используем термотрансферную печать. Никаких лишних сопроводительных бумаг, только штрих-код на пробирке, которая легко поддается обработке антисептиком. Это позволяет свести к минимуму контакт между чистой и грязной зоной, отделением и лабораторией. Надо реально избавиться было от бумажного документа оборота в процессе оказания помощи ковид-пациентам. Стационары это оценили сразу же. Мы, конечно же, не сами начали разработку, мы одобрение спросили. Это будет иметь смысл? Врачи сказали, конечно же, да. Для минимизации времени оформления истории болезни создан интерфейс для мобильных устройств – планшетов. Врач заполняет дневники наблюдения прямо в палате. Изучить медкарту смогут специалисты в чистой зоне, но уже бесконтактно. Врач включает голосовый набор и надиктовывает текст голосового сообщения. Например, состояние пациента стабильное, наблюдение каждые шесть часов. И информация сразу отправляется в чистую зону. По словам разработчиков, их софт способен в три раза сократить время осмотра пациента. Наладить работу на местах несложно. Они работают с тремя тысячами медиков по всей стране. В Бресте новинку взяли на вооружение уже в двух больницах. Еще вчера эти планшеты были в руках переписчиков, а сегодня на очереди другая важная социальная функция. Они придут на помощь врачам поликлиники и стационаров. Вторая Брестская городская больница обслуживает свыше 53 тысяч человек. Радиус работы медиков больше 70 километров. Это как городское, так и сельское население. Система уже в работе. Может программировать наш план работы на неделю, на две недели вперед. А также облегчает статистическую обработку всей информации. То есть сколько у нас находится на данном этапе под контролем по каждому отдельному участку или же по всей организации в целом. Наладить работу и обучить персонал разработчики и полезного софта готовы в любом медучреждении страны и совершенно бесплатно. Армянские ученые активизировали все усилия на том, чтобы начать местное производство тестов на коронавирус. Инициатива исходит от Института молекулярной биологии. Как идут разработки, узнаем. На эти цели правительство выделило 550 тысяч долларов. Необходимые материалы уже в Армении, а профессиональная команда начала работу. Мы тестируем каждое вещество отдельно. С помощью нашего теста мы проверяем внутренний порог обнаружения вируса. Мы проверяем наличие или отсутствие возможной контаминации. Руководитель научного учреждения объясняет, что они пытаются получить из всех этих компонентов сборник-тест, позволяющий определять наличие коронавирусной инфекции. Маленькая белая коробка – это прототип тестов. К нему также будет прилагаться руководство для специалистов, занимающихся диагностированием вируса. Четыре компонента. Это специальные знаки, которые нужны для выявления вируса. А это ферменты, белки, которые позволяют умножить гены вируса, чтобы было возможно его обнаружение. Материалы и другие средства для производства тестов были закуплены у Китая, где первыми начали борьбу с опасным вирусом. Посредством теста можно понять, заражен человек или нет. Процесс занимает около 25-30 минут, и исходя из цвета испытуемых образцов, можно понять, что выявлен в образце вирус или нет. Армянское производство тестов будет основано на уже известной технологии. Диагностическое тестирование – это не та область, где нужно заниматься творчеством. Здесь нужна точность, и наши материалы должны по качеству соответствовать тем материалам, которые сейчас используются в Китае, а также во всем мире. В научной группе состоят около 30 специалистов из четырех лабораторий. Тесты будут производиться исходя из спроса. По предварительным данным, в день будет изготовлено более 1 тысячи тестов. Пока мы не проверим все, не проведем внутреннюю валидацию, не проверим больных пациентов на основе образцов, которые были альтернативно протестированы, не передадим тест в медицинские центры для независимого тестирования или в Центр контроля заболеваний и не получим их заключения, массовое производство не будет начато. Двери лабораторий, где будет происходить производство тестов, уже закрыты. Стерильность – главное условие. Глава Института молекулярной биологии уверен, что в самое ближайшее время диагноз «коронавирус» уже будет поставлен с использованием тестов армянского производства. Пандемия ворвалась в нашу жизнь и внесла множество изменений. Риэлтор стал учителем иностранных языков, а профессиональная спортсменка доставляет еду. В Казахстане из-за карантина и режима ЧП многие потеряли работу и временно остались без дохода. Людям пришлось освоить новые знания и специальности. Велосипед, рюкзак, еда. Амилия Искакова – профессиональная и титулованная велогонщица. Из-за проблем с финансированием отказалась от большого спорта. Теперь ежедневно наматывает до 50 километров курьером. Зарабатывает в месяц до 500 долларов. Я как раз подумала, что для меня это самая подходящая должность, что можно и на велике кататься, и зарабатывать. Плюс карантин, когда вели, я в фитнес-клубе работала, а потом их закрыли. Сергей Хван долгое время был риэлтором, сдавал жилье приезжим. Из-за закрытия городов на карантин доходов не стало. Мужчина решил стать репетитором. Он уверен, школьную программу нужно и можно объяснить интересно. Новая работа приносит в среднем 750 долларов в месяц. У школы дети мучаются по всем предметам. Родители страдают, делают уроки. Если доступно объяснить, дети могут делать уроки самостоятельно, без помощи родителей. Я планирую открыть онлайн-центр по многим предметам. В том числе, это естественное знание, экономика, право именно для детей. За время режима ЧП и карантина в Казахстане безработных стало больше. Сейчас их около полумиллиона. По подсчетам экспертов, к концу года цифры могут измениться и не в лучшую сторону. Принимаемые правительством меры по восстановлению экономики позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда с июля текущего года. Уровень безработицы на конец года может составить 6,1%. В этом году мы будем обеспечивать работой 1,2 млн человек. Есть возможности. Для тех, кто обратится в центр занятости, предложат несколько вакансий. Государство запустило разные программы трудоустройства и повышения квалификации. Пособие по безработице выплачивается не больше 6 месяцев, а его размер зависит от накопленных пенсионных отчислений. Сейчас самые востребованные вакансии среди соискателей – это бухгалтер, водитель, консьерж, юристы, курьеры. В конце апреля мы запустили также программу «Дорожная карта занятости». Среди вакансий по ДКЗ самые востребованные являются разнорабочие, водители грузового автомобиля, дорожные рабочие, сварщики и плотники. В Казахстане на время режима ЧП лишившимся дохода гражданам начисляли пособие в размере 100 долларов. По подсчетам Минтруда его получили около 4,5 млн человек. Сейчас в Казахстане вернулись к работе практически все сферы бизнеса. Возобновили свою деятельность салоны красоты, детские сады, банки, больницы, торговые центры и кафе. Действуют ограничения по количеству мест. Власти страны призывают людей соблюдать меры безопасности, носить маску, держать дистанцию. Половина турфирм Кыргызстана банкроты, разорены и гостиницы. Таковы реалии сегодняшнего дня. Уже почти три месяца из-за пандемии коронавируса закрыты границы. Поэтому часть местных компаний сменила ориентир на внутренний туризм и сумела выжить. Гиду непривычно. Раньше о красотах родного края рассказывал все больше иностранцам. Теперь соотечественникам. Давран Османкулов еще подростком прошагал Кыргызские горы вдоль и поперек. Любимые маршруты к высокогорному озеру Кольтор и к хижине Рацикам. Надеются, что внутренний туризм приобретет такой постоянный характер. Почему? Потому что мы еще не знаем, когда откроются границы и что будет еще, скажем, летом, либо осенью. Поездка в горы на микроавтобусе не дальше 100 километров от Бишкека обойдется местному туристу в 5-10 долларов. С иностранцев за те же услуги брали в 10 раз больше. Поэтому около половины всех турфирм Кыргызстана после закрытия границ объявили себя банкротами. Мы проводили опрос в середине прошлого месяца касательно только турфирм по Кыргызстану. На тот период было около 17-20% турфирм уже были окончательно закрыты. И также около 40% турфирм отметили тот пункт, что, скорее всего, они продержатся еще максимум месяц, если у них не будет вообще продаж. Разорились и многие гостиницы. Теперь зоны отдыха и номера пустуют. Как вы знаете, весь мир закрыт, все закрыто. Никто никуда не ездит. Не то, что весь мир, а даже между населенными пунктами закрыты есть города, села и так далее. Власти республики разрешили работать всем туробъектам Кыргызстана с 1 июня. Но соблюдение санитарных норм – обязательное условие. Дезинфекция автобусов, ношение масок, соблюдение дистанции между людьми в помещениях и на пляжах. Чтобы поддержать отрасль власти республики, приготовили подарки и звание почетного туриста для тех, кто примет участие в конкурсе. Это посещение наших достопримечательностей. Десяти достопримечательностей. Вы должны на фоне этих достопримечательностей сфотографироваться и отправить на фейсбук странички то ли Министерства культуры и информации, то ли Департамента туризма. Или под хэштегом «Уникальный Кыргызстан» вы можете опубликовать у себя на страничке. Также в правительстве Кыргызстана разрабатывают антикризисный план по предоставлению льготы и преференции выжившим туристическим фирмам. Руководство страны обещает – отрасль не оставят в беде. Гостей принимают и белорусские агро-экоусадьбы. Семьи из городов едут в деревни за спокойным отдыхом, колоритом и живописными видами. У туристов есть возможность выбрать, как провести свой отпуск – на популярных курортах на берегу озер или в небольших семейных усадьбах. Городской шум на деревенскую тишину Оксана Лошкевич вместе с супругом сменили почти 10 лет назад. Взялись обустраивать участок, завели хозяйство, куры, индюки, свиньи, экспериментировали с разной живностью. А спустя время всерьез занялись разведением коз. Остановились на нескольких породах. Любознательные животные стали брендом деревни Хролы. Очень много коз с разными историями. Есть несколько коз из других хозяйств. Но в основном, конечно, козы все уже нашего разведения. Городские жители приезжают в небольшую деревню за местным колоритом. Здесь проходят фотосессии, мастер-классы по изготовлению сыров. А также хозяйка берет гостей на выпас стада и даже готова научить доить коз. Из полезного молока хозяйка готовит сыры. В ассортименте 15 видов. Есть своя сыроварня, специальное помещение для созревания, дегустационный зал. К слову, за процессом гости могут наблюдать через специальное окошко. Сейчас очень большой поток молока и очень много работы по варке сыра, по уходу за животными. Я не успеваю делать свои любимые сыры. Это сыр в крапивных листьях. Очень вкусный сыр, очень вкусный. Он просто вот, я считаю, что это должен быть белорусский бренд. Природа Глубокского района вдохновляет на развитие семейного турбизнеса. Владельцы нескольких агроусадеб скооперировались и создали экологический маршрут, где все включено. Гостей приглашают попробовать белорусские блюда, покататься на лошадях или в собачьи упряжки, организовывают фестивали и тематические вечера. На сегодняшний день мало просто предоставить отдых. Уже люди хотят, чтобы этот отдых был разнообразным и интересным. Вот у нас пионеры в этом деле, этот самый кооператив по развитию агротуризма. Люди договорились о том, что они будут не конкурентами между собой, а они будут партнерами. Каждый имеет что-то свое, свою фишку. Запах ржаного хлеба раздается на хуторе с Крабатуны. Сначала Ирина Серафимович пекла его только для своей семьи. За натуральность хлеб на кленовом листе полюбили и гости. Жар, его разгребаем немножко по сторонам и потом подождем минут еще 10-15, когда он полностью потухнет, потом ставим туда хлебушек. В белорусскую глубинку Серафимовичи переехали, когда об агроэкотуризме в этих местах никто и не слышал. Сейчас в хозяйстве более 30 лошадей. Животным есть где разгуляться. У нас есть несколько маршрутов. Вокруг озера мы объезжаем, в лес. Обычно наша прогулка занимает час-час 30. Очень нравится. Прекрасные виды здесь. Лошади просто отличные. И только отдохнуть, я вам скажу, что многие перебираются. В деревню у меня, по крайней мере, вот 3-4 семьи знакомых, которые из Минска уже переехали и живут. И занимаются где-то сельским хозяйством, где-то народными промыслами. Новичков научат держаться в седле, а уверенных наездников ждут длительные прогулки. Чтобы увидеть белорусскую природу во всей красе. У гостей впереди все лето. Детей на свежий воздух. Оздоровительные комплексы России открыли первую смену. Она продлится ровно месяц. В первую волну попали 1200 детей. Но брали не всех желающих. Кто первый месяц лето проведет в лагере, узнаем. В медкабинете детского лагеря процедуры не изменились. Рост, вес, температура. Но теперь градусник подмышкой не только в начале смены, а каждый день по три раза. Риск сведен к нулю, потому что дети заехали из зоны обсервации, где они находились, уже 14 дней. Все сотрудники, заехавшие, сдали анализ на нора и ротовирусную инфекцию, а также анализ на ковид. Это детский лагерь в Кемеровской области. В первую смену заселили воспитанников детских домов. Почти 100 человек. Мы сидели с апреля месяца на самоизоляции в Кемерово, в детском доме. У нас был карантин. Можно было выходить только на территорию. И гулять на территорию – это слишком. Скучно, что ли. А в лагере нам нравится то, что за нами следят. Нас выпускают гулять. Тут весело, друзья. Время хорошо проводим. Классно. Чтобы снизить риск заражения, от сторонних воспитателей, врачей и поваров отказались. В лагерь заехали специалисты детских домов. И всю смену до 1 июля им нельзя выезжать и принимать гостей. Работает медицинский персонал, которые будут два раза в день проверять детей, температуру. Все работают сотрудники в масках, в перчатках. В Кузбассе начали работать 16 лагерей. В других регионах готовятся. И тогда, наверное, я буду наше, что наше, что наше. Большинство откроется с 1 июля, но продолжительность смены могут сократить до двух недель вместо трех. У кемеровчанки Татьяны двое детей. Обычно пол-лета в лагерях. В этом году ни море, ни поездку к бабушке в другой город пока запланировать не могут. Согласились только на лагерь при школе, но и тот онлайн. Мы, родители, пока не понимаем, что такое пришкольный лагерь онлайн, но нам его предлагают. Мы, конечно, на него идем. Иначе мы на работе, а дети просто дома. Все предписания Роспотребнадзора в детских лагерях стараются выполнять. Запас дезинфицирующих средств, установка бактерицидных ламп, ежедневная уборка. Даже в столовой теперь должны питаться посменно. Не более 50 человек за один раз. Все экскурсии под запретом. Но даже с такими мерами, желающих отправить ребенка за город, немного. Бронировать места в детские лагеря стали меньше еще в апреле. А в Молдове открылись не обычные, а виртуальные летние лагеря. В Кишиневе уже действует 11 веб-площадок. Искусство, робототехника, кулинария. Ребенок может найти увлечение по душе. Все мастер-классы проводятся бесплатно. Такой проект запустила мэрия Кишинева. Вместо утреннего построения отрядов – онлайн-зарядка. В роли виртуальных вожатых – преподаватели. На связи с Ириной Дмитриевной 140 детей. Это совершенно новый опыт для нас всех. Онлайн-лагеря у нас еще не проводились никогда. Но поскольку сейчас дети не могут никуда уехать, родители выходят на работу, дети находятся дома сами, наши педагоги продумали сеть мастер-классов, развлекательных различных мероприятий. Виртуальные отряды поделены по возрастам – от 5 до 15 лет. Веб-площадки дети и преподаватели освоили еще в марте, когда из-за пандемии перешли на онлайн-занятия. Было сложнее убедить родителей, что летний отдых может быть и другим, что он будет онлайн, дистанционно. Потому что, в принципе, важнее всего сейчас – это обеспечить безопасность детей. Но они не должны скучать при этом. У нас сейчас нет другой реальности. Нам понадобится губочка, мы смачиваем ее водичкой. Зубные щетки, губки для мытья посуды и ватные палочки – в ход идет все, что есть дома под рукой. Новую технику рисования осваивают подростки. Подделку – крутые одуванчики, мальчишки готовят для своих избранниц. С любого материала получится интересная работа, всегда получится. Для более маленьких это может быть использование пальчиком, пальчиком рисовать, ручками. То есть, очень-очень много разной техники. Для маленьких гурманов – кулинарный мастер-класс от Марии Балика. Со своей кухней преподаватель ведет прямой эфир. Показывает ребятам, как слепить вареники с солнышком. Солнце на небе, солнце в душе, солнце в еде. Мы решили поднять настроение ребятам и добавили в тесто немного куркумы. Вареники делаем разных форм – в виде солнца, луны и облаков. По ту сторону экрана раскатывает тесто пятилетний Даниэл Марку. У меня сил есть, я на карате занимался. Лепить вареники сыну помогает мама. Детский сад, куда ходит мальчик, закрыт уже три месяца. Родители нашли выход – записать ребенка в лагерь. Ребенок чем-то занят, развивается. Меньше у телефона, у телевизора. То есть, занят полезными вещами. Каждый мастер-класс длится не более часа. Однако, если занятие вызвало интерес, преподаватели не спешат его прерывать. Виртуальные лагеря будут работать весь июнь бесплатно. Проект разработала столичная мэрия. Каждая виртуальная смена рассчитана на 10-15 дней. Необычные блогеры появились в Беларуси. Это аисты, ясь и янина, которые живут в туристической деревне. Благодаря креативному мышлению владельцев крестьянского хозяйства, за жизнью пернатых и их птенцов можно наблюдать в режиме онлайн. Так сказать, почувствовать себя орнитологом-любителем. Вот можно посмотреть сначала издалека, снизу на гнездо, а потом увидеть, что происходит там внутри. Жизнь аистов без прикрас и на показ. Точнее, в режиме онлайн. Еще в начале весны владельцы туристической деревни перед прилетом пернатых установили камеру прямо в метре от гнезда. Так, тысячи пользователей интернета стали соучастниками зарождения крылатой семьи. Прилетел сначала самец, занял гнездо, все проверил вокруг. И через пару дней прилетела самка. Они очень радовались друг другу. И через неделю появилось первое яйцо. И затем через каждые два дня второе и третье. Как аисты месяц высиживали яйца, как вылупился первый птенец. За ними другие подтянулись, как заботливые родители греют и кормят аистов. Теперь утро в семье Ивана Радюкевича обязательно начинается с просмотра трансляции. Признается, наблюдать за природой оказалось увлекательно. У нас дома можно наблюдать за аистами на папином компьютере. Там уже вылупилась трептинчика. Это интересно мне смотреть. Отцу пришла такая идея, что было бы очень интересно, чтобы все могли понаблюдать, что происходит там в гнезде, поскольку снизу все видно плохо и скрыто от глаз. Пернатые, сами того не подозревая, стали популярными блогерами. Пользователи даже дали им имена – Ясь и Янина. Владельцы же говорят, что птенцы – талисманы деревни. Еще несколько лет назад эта деревня была заброшенной. Владельцы стали приобретать дома один за другим, ремонтировать их. Деревня задышала новой жизнью. А символом возрождения стали аисты, которые прилетели и свели здесь гнездо. Птенцы, которых негласно прозвали символами Беларуси, уже полноправно стали частью большого хозяйства. Здесь животных разводят, чтобы турист чувствовал себя, как и в деревне у бабушки. Розовый, открылся. На возрожденную деревню в белорусских традициях приезжали посмотреть иностранцы со всего мира. В этом году особенно активен внутренний туризм. Начиная с марта у нас увеличился поток туристов. Не сказать, что в два раза, но существенно. Безусловно, только белорусы остались. Владельцы уверены, аистовое семейство притягивает к ним удачу к деревне под белыми крыльями. Мультфильм о национальном герое. Манаси снимают в Кыргызстане. За дело взялись энтузиасты. Историю по мотивам легендарного эпоса рисуют за свой счет. Где можно увидеть первые серии и как в стране чтят героического богатыря. Смотрим. Родится богатырь Манас. Крыгызов он объединит. В боях врагов всех победит. Пойдет походом на Китай. Бейджин восточный разгромит. Каждый ролик не более 10 минут. А просмотров в интернете сотни тысяч. Хотя графика простая. Создатели говорят, основная цель не удивить зрителя анимации, а рассказать историю великого героя понятным языком. В 19 веке было бурное развитие эпоса и все его знали. Сейчас в огромном потоке информации очень сложно уследить за эпосом, потому что она только какая-то часть всей информации. И мы решили вот в такой легкой форме анимационной подать. В уже готовых сериях рассказ о детстве богатыря. В основе книга известного кыргызского публициста Мара Байджиева. До полного окончания работы еще очень и очень далеко. Над созданием мультфильма трудятся 9 человек. Все расходы из своего кармана. Хотят не заработать, а сохранить традицию. Ведь сегодня рассказывать что-то об эпосе Манас может только старшее поколение. Манас – это великий эпос кыргызского народа. Он является эпосом номер один в мире. Это история, это повесть кыргызского народа. И мне кажется, мы должны какие-то моменты брать, чтобы воплотить в жизнь много чего очень хорошего сказано. Про справедливость, про сплоченность, про гармонию с природой. В эпосе говорится об истории кыргызского народа, великом герое Манасе и его подвигах. Считается, что рассказчики Манаса, Манасчи, обладают божественным даром. Долгие годы эпос передавался из уст в уста, а его напечатанный вариант содержит больше полумиллиона строк. Манас включен в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и в книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире. Сейчас скульптура богатыря размещена на главной площади страны, недалеко от дома парламента. Имя национального героя носит Международный аэропорт Кыргызстана. В столице есть университет и кинотеатр Манас. Его именем назван один из центральных проспектов столицы. Перед зданием национальной филармонии установлен еще один памятник герою. До карантина это было одно из самых многолюдных мест в Бишкике. В теплое время года здесь собирается множество роллеров и скейтбордистов, а вечерами гуляют влюбленные пары. Вы смотрели программу «Континент». Напоминаем, что больше подробностей вы можете узнать на странице «Континент» в социальной сети Facebook и на сайте нашего телеканала. Берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова